ДИПЛОМАТ, ПРЕДПРОНИМАТЕЛЬ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ ИЗРАИЛЯ В Нью-Йорке Господин Дани Даян Здравствуйте, спасибо, что вас знали Скажите, что вы лично почувствовали, когда узнали о кризисе в отношениях США и Ирана и поняли, что при самом плохом сценарии Иран может нанести ракетный удар по Израилю, что его лидеры обещали? Или вы наверняка знали, что все скоро пройдет, и, как потом один аналитик выразился, это была просто дипломатическая игра? Мне было ясно с самого начала, что новая американская политика, которая рассматривает Иран как проблему, а не как часть решения, это правильная политика Я не думаю, что конфликт способен прирасти вооруженной, но знаете, когда вы имеете дело с режимом фанатичным и попросту иррациональным, рассматриваешь все варианты На мой взгляд, сегодняшняя американская администрация проводит совершенно логичную, очень жесткую, но одновременно и очень умную политику в отношении Ирана Иран — главная дестабилизирующая сила на Ближнем Востоке, а, возможно, и во всем мире Политика умиротворения здесь бесполезна Лишь вступая в противостояние с Ираном, в частности, накладывая на Иран санкции, можно добиться результата И тот факт, что американская администрация это делает, очень воодушевляет Без убийства Сулеймани, по-вашему, было не обойтись? Уничтожение Косема Сулеймани было шагом, который сделал мир безопаснее, а потому и правильным шагом Косем Сулеймани является в прямом смысле олицетворением иранской угрозы То есть, если у иранской угрозы было лицо, то Сулеймани этим лицом и был Которая простирается от Тегерана через Ирак в Сирию и Ливан с одной стороны, Йемен на юге И распространяя терроризм по всему миру Его уничтожение, повторяю, это шаг, который сделал планету Земля намного безопаснее И с этой позиции я одобряю то, что сделала американская администрация и президент Трамп Ради Америки, ради всего мира Но, по мнению многих экспертов, именно это, как вы выразились, уничтожение И привело к эскалации конфликта между Штатами и Ираном И потенциально могло обернуться куда более серьезными последствиями Как вы думаете, почему Иран не ответил предельно жестким ударом, как, повторяю, и обещали его лидеры? Во-первых, должен признать, что пока рано судить будут еще какие-либо последствия или нет Но, сказав это, замечу Политика сдерживания и конкретных действий, в том числе и резких Ради этого сдерживания, которым вернулись Соединенные Штаты Америки Все это сработало Еще раз, вы сказали, что не думали, что конфликт дорастет до вооруженного Почему? Вы знаете о реальных возможностях Ирана что-то, что другим неизвестно? Нет, просто когда президент Трамп дал сигнал о том, что Америка готова использовать силу То это уже само по себе снизило вероятность вооруженного конфликта Демонстрация готовности использовать силу сдерживает вашего противника В данном случае Иран, это же Ближний Восток На Ближнем Востоке свои нормы Отличное от правил в других регионах Мы говорим о, пожалуй, говорим о первом режиме в 21 веке И даже во второй половине 20-го Который является иррациональным, фундаменталистским, фанатичным режимом Ведомым религиозными фанатиками А потому он может действовать иррационально Однако, когда с ним вступают в прямую конфронтацию Он понимает, чего ему удастся добиться А чего точно нет Президент Трамп дал ясный сигнал Поставил четкий барьер иранским устремлениям Сначала выйдя из СВПД Совместный всеобъемлющий план действий И затем применив санкции Которые очень оказались эффективными И затем уничтожение террориста Косема Сулеймани Мне кажется, все это четко дало понять иранцам Что правила игры изменились, и это сработало В каком-то смысле отрезвило Сдержало реакцию ирана Дани, это очень важно Поэтому в развитии темы хочу уточнить вот что Вы говорите, что речь идет о фанатизме И затем о непредсказуемости Фанатики, как вы знаете, могут быть непредсказуемыми в своих действиях Неизвестно, когда они хлопнут дверью, почему и с какой силой В нашем эфире выступали представители Ирана Еще до эскалации конфликта И они говорили такие вещи, как Нам нечего терять, иранцам нечего терять Так что не раздражайте нас, пожалуйста Потому что вы представить себе не можете, на что мы способны Иранцы экстремальны, фанатичны и фундаменталистки настроены Когда речь идет об их целях Но довольно рациональны в поведении В тактике достижения этих целей Мы наблюдаем это раз за разом Раз за разом Включая СВПД СВПД был очень рациональным путем продвижения своих целей для Ирана К сожалению, весь мир попал в эту ловушку Пока к власти США не пришла нынешняя администрация Которая поняла, что это ловушка В которую иранцы заманили весь мир Но знаете, Стас Я должен вам сказать Мое чувство... Вы спросили о том, что я чувствовал Так вот, мое чувство в день Когда был подписан СВПД Я увидел Я не эксперт по центрифугам Я, конечно, изучил тему Но я не эксперт по обогащению урана Я жил частной жизнью Когда СВПД был подписан Не был дипломатом Самое трудное в тот день было видеть на сцене Госсекретаря Соединенных Штатов Министра иностранных дел России Верховного комиссара по иностранным дел Европейского Союза И прочих обнимающих министр иностранных дел режима Который призывает к уничтожению государства Израиль Когда они говорят, что угрожают стереть Тель-Авив с карты мира Поверьте мне, они не имеют в виду здания в Тель-Авиве Они имеют в виду евреев в Тель-Авиве И это сейчас момент Через 70 лет после Освенцима Мир приветствует режим, призывающий ко второму гониоциду евреев Для меня это был ужасный момент Это вызвало у меня слезы Видеть, что когда они говорят перед телекамерами Никогда больше А на самом деле Они так не думают Знаете, те иранцы, которых я упоминал Выступавшие в нашем эфире Они не были экстремистами Один из них, Раджаб Сафаров Директор Центра изучения современного Ирана Живет в Москве Другой, тоже живущий в Москве Ученый, изучающий отношения между Ираном, Израилем, Россией и США Из того, что я от них услышал Я заключил, что нет Иранцы не хотят начать новый геноцид Они не хотят уничтожения евреев Или уничтожения государства Израиль Они утверждают, что проблема в ложной интерпретации слов Аяталы А на самом деле имелось в виду то, что они не верят Что государство, подобное Израилю, может быть успешным в долгосрочном плане Что в какой-то момент оно исчезнет Но, и они это подчеркивали, Иран никогда не заявлял Что хочет уничтожить Израиль И вообще, что они имеют что-то против евреев Естественно, я не знаю Я не знаю, что тот или иной господин или госпожа сказали в вашем эфире Но я знаю точно, что верховный лидер Хаминеи на самом деле говорит и постит в Твиттер И эти слова не допускают двух толкований А что именно сказал Аятала? Он назвал Израиль раком Который должен быть вытравлен Как травят раковую опухоль Яснее и более уродливыми словами Подобных, которым мы не слышали со времен нацизма в Германии О евреях выразиться уже невозможно При этом, кстати, у нас абсолютно нет конфликта с иранским народом Отношения между иранским народом, Ираном как страной и Израилем существовали И у нас есть общее наследие Даже, я бы сказал, некая близость, общая культура Я помню, как летал Эл-Лалом в Тегеран в те времена Как израильская футбольная команда играла с Лигой Иранских 11 в Тегеране И при этом мы всегда проигрывали Потому что если бы мы выигрывали, то у нас были бы проблемы в дип-отношениях с Ираном Ну, это шутка, мы проиграли, потому что у нас были плохие футболисты У нас нет конфликта с иранским народом Но мы, кстати, и не знаем, чего на самом деле хочет иранский народ Потому что Иран не демократическая страна Верховный лидер выбирает кандидатов в президенты И в список попадают только те, кто исповедует фанатичную идеологию режима Только они идут на выборы Мы видели демонстрации на улицах Тегерана, Исфахана и других городов И мы считаем, что воля иранцев вовсе не уничтожить Израиль Наоборот, они хотят дружественных отношений с Израилем Они хотят именно того, что мы сегодня видим со странами Персидского залива Эти страны стремятся к дружбе с Израилем И даже восхищаются Израилем Это те страны залива, которые когда-то были в состоянии войны с Израилем Да, и теперь они поняли Смотрите, комментатор Аль-Джазиры говорит в камеру и потом повторяют в Твиттере Что сионизм самое успешное движение за последние 120 лет И они понимают преимущества, которые могут получить от дружбы с Израилем Вы знаете, премьер-министр Нитьяху только что встретился с лидером Судана Мы можем заново построить нормальные отношения с Ираном Мы хотим построить подобные отношения с Ираном Но проблема в режиме Ваш прогноз, сколько времени нынешний режим будет оставаться у власти в Иране? Израиль не занимается и не будет заниматься сменой режима ни в одной стране мира Это должны решить сами иранцы Мы видим демонстрации противников режима Мы понимаем, что иранский народ разочарован и бедствует Мы видим женщин, бросающих вызов режиму на улицах Тегерана Из Факана, Кума и других городов, выходя без головного платка, как свободные женщины Но знаете, иногда политической тирании удается подавить волю народа Особенно когда, как в случае с иранским режимом, она готова убивать сотни, а возможно тысячи собственных граждан с тем, чтобы удержаться у власти Даниль, я понимаю, что вы дипломат и есть ограничения на то, что вы можете сказать публично Поэтому не переживайте, если вы на какой-то вопрос не можете ответить Просто скажите, что не хотели бы на этот вопрос отвечать Моя карьера не прошла в дипломатии И это еще одна штука Я думаю, что впервые после моего почетного увольнения из сил обороны Израиля Более 40 лет тому назад Когда, да, я не могу свободно сказать все, что хотел бы Я рос и ходил в старшие классы школы во время последнего десятилетия существования Советского Союза И когда я готовился стать журналистом-международником, я много читал из того, что публиковалось о международных отношениях И вот я вспоминаю книгу, которая называлась ЦИРУ Причем аббревиатура ЦИРУ была расшифрована как Центр разработки убийств Конечно, это была пропаганда Но там было довольно много написано о циничной логике международных отношений Из чего я понял, что Соединенные Штаты, так же, как и Советский Союз Во время Холодной войны принимали участие и в устранении режимов, и в возведении режимов по всему миру В Африке, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Южной Америке, Центральной Америке Как вы думаете, в этом плане мир изменился? В Африке, Юго-Восточной Азии, Востоке, Юго-Восточной Америки, Центральной Америки, Центральной Америки, Центральной Америки И так далее, ты думаешь, что этот оборудование изменилось? Я имею в виду, что Исраиль не будет вовремен в оборудовании... Вот вы сказали, что Израиль не будет ничего делать с тем, чтобы свалить иранский режим Я уверен, что Государственный департамент тоже официально скажет, что США не станут прикладывать руку к тому, что происходит в Иране Это решать иранскому народу И я уверен, господа Путина, Лавров и российские дипломаты тоже скажут, что они совершенно не причастны к тому, что происходит или произойдет в Украине или где-либо еще в мире Думаете ли вы, что это естественно, что такое лицемерие будет с нами всегда, пока мы живы? Или всерьез полагаете, что мир изменился и правительства больше не занимаются такими вещами? Мир, который вы упоминаете в этой книге, Соединенные Штаты и Советский Союз Израиль не супердержава подобного масштаба Мы не претендуем на такой статус, мы не занимаемся сменой режимов где-либо в мире Но думаю, что да, до некоторой степени мир изменился Я не верю, что Соединенные Штаты в какой-либо степени вовлечены в дело в смену режима в Иране Или где-то еще Но, как я уже говорил, я считаю, что то, как администрация работает сегодня, ее стратегия применения очень жестких санкций к иранской экономике – это хорошая стратегия Не в том смысле, что она приведет к смене режима, а в том, что она сокращает наличие средств у режима, чтобы распространять терроризм, дестабилизировать обстановку и совершать убийства по всему Ближнему Востоку и миру В этом смысле санкции влияют на возможности режима, но не суть режима Это внутреннее дело Ирана, и я не думаю, что Соединенные Штаты и точно не Израиль этим занимаются Я уверен, что вам знакома и риторика официальных лиц в Тегеране На словах они убеждены, что все конфликты исходят от США и Израиля, и атаки на танкеров И не только танкеров Это все результат заговора Израиля Нет сомнений в том, что Иран ведет пропагандистскую войну и занимается промывкой мозгов своих граждан и других людей по миру У Израиля только оборонительные дизайны в отношении Ирана Мы не позволим Ирану укрепиться в Сирии с тем, чтобы создать еще один антиизраильский фронт рядом с нашей границей У нас, к сожалению, уже есть фронт с Ираном Через Хизбаллу, являющийся правой рукой Ирана в Ливане Но вот что интересно Если сегодня посмотреть на карту Ближнего Востока Мы выросли Уж я точно вырос, вы меня значительно моложе Я вырос при аксиоме У Израиля конфликт с арабскими государствами Бен Гурион, наш первый премьер-министр, сказал, что поскольку у нас конфликт с арабскими государствами Давайте войдем в союз с не арабскими игроками в регионе, а с Турцией и Ираном Сегодня обратная ситуация У нас больше нет реального конфликта с арабскими государствами Подумайте об этом Данности, что Израиль воюет с арабами, больше не существует Да, у нас есть неразрешенный конфликт с палестинцами Но посмотрите, премьер-министр Нитьяху только что встретился с лидером Судана Если вы поедете в Марокко, в Тунис На главных туристических достопримечательностях вы услышите еврит У нас мир с Египтом и Иорданией У нас процветающие отношения со странами залива Где же конфликт? Конфликт по-прежнему реальность только с тремя странами С Ираком, Сирией и Ливаном Но ни в одной из этих стран нет проблем, собственно, с арабами Есть проблема с иранским присутствием В этих трех государствах С шиитами С попыткой Ирана закрепиться в Ираке и Сирии При этом что Иран уже закрепился в Ливане Еще раз Конфликта между Израилем и арабским миром больше нет Даже если мы по этому поводу не пили шампанское на южной лужайке Белого дома Факт в том, что по большей части конфликт между Израилем и арабскими государствами в прошлом И это совершенно поразительно Теперь давайте поговорим о меняющемся мире и в целом и в частности Со времени распада Советского Союза мир перестал быть двуполярным В течение многих лет он был однополярным При том, что есть люди, которые утверждают, что мир теперь однополярный, поскольку Соединенные Штаты единственная супердержава С приходом к власти таких личностей, как Трамп, Путин, Эрдоган и даже Борис Джонсон Похоже, что представление о демократии, о том, каким должно быть государственное устройство и государственные лидеры Меняется повсюду в мире Мир проходит через очень сложную стадию переоценки ценностей Решая заново, в частности, хороша ли демократия для нас Эти перемены приводят к определенным последствиям Например, Турция В какой-то момент Турция была примером того, как восточная держава может стать цивилизованной страной, живущей по европейским стандартам Эрдогана называли демократическим лидером, и британская пресса даже однажды окрестила его европейцем года И посмотрите, что случилось в последние несколько лет Турция быстро становится уже стал авторитарным режимом, где все зависит только от одного человека Давайте начнем с того, что вы думаете о том, что происходит в Турции Во-первых, я должен сказать, что я бы не поставил все имена, которые вы перечислили в один ряд Не сравнение, которое вы сделали, я бы использовал в отношении их Но они все крутые парни, у них имидж крутых парней Все они лидеры Давайте поговорим о Турции К сожалению, Турция превратилась из весьма позитивной силы в регионе Весьма негативную Это был постепенный процесс Я не знаю, закончился ли он или может стать еще хуже Но нет сомнения в том, что турецкий режим сегодня Вступает в союз с некоторыми плохими парнями в регионе И таким образом является источником экстремизма И религиозного, и политического Пытается распространить нестабильность даже внутри Израиля В Иерусалиме прошли спонсированные Турцией акции, которые нам пришлось остановить И точно так же, как я говорил об иранском народе, наши разногласия не с турецким народом Израильтяне чудесно проводили время в отпусках в Турции, в Анталии и на других курортах Так же, как и россияне, и американцы, и британцы Проблема в политике правительства Эрдогана, которая, как я сказал, вступает в союз с плохими парнями И подрывает стабильность там, где находятся хорошие парни Как, по-вашему, будут развиваться отношения между Турцией и Израилем в ближайшем будущем, принимая во внимание сирийскую ситуацию? Сейчас, к сожалению, мы понизили уровень наших дипломатических отношений У Израиля уже довольно давно нет посла в Анкаре У Турции нет посла в Израиле У нас есть поверенный в делах, но нет генерального консула в Стамбуле А у Турции нет генконсула в Иерусалиме Мы не на высоте наших отношений Но мы надеемся, что в какой-то момент президент Эрдоган пересмотрит свою политику Но пока я этого не вижу Когда я сказал ранее, что доктрина Бен Гуриона, нашего первого премьер-министра, была в том, что мы должны искать союзников среди неарабских игроков на Ближнем Востоке И в основном это были Турция и Иран Несмотря на то, что он имел в виду и других игроков, курдов и Эфиопию С Ираном и Турцией, ситуация обратная Поделитесь, пожалуйста, вашим прогнозом развития ситуации в Сирии в обозримом будущем Принимая во внимание роль Турции, роль России, роль Соединенных Штатов и запланированный вывод войск США из Ирака Сирийские дела мы не вмешиваемся И не будем вмешиваться в решение вопроса о том, кто будет править в Дамаске Кто будет президентом Сирии, какой политический пейзаж там нарисуется Есть один и только один интерес, который Израиль обозначил совершенно четко И его мы будем решительно отстаивать Недопущение иранских вооруженных сил в Сирию И, естественно, недопущение иранских сил близко к границе Израиля Второй интерес, проистекающий из первого Это предотвращение контрабанды современного высокотехнологичного оружия из Сирии в Ливан Точнее, в распоряжении Хизбаллы Мы очень серьезно подходим к отстаиванию этих интересов И соблюдение мы отслеживаем Я бы сказал ежедневно Если хотите, наша красная линия Красная линия, которую мы полностью готовы защищать Если надо, с применением наших военных ресурсов И это единственный фактор Единственный аспект, в который мы будем вмешиваться в отношении будущего Сирии Даня, вы провели параллель между Турцией, Эрдоганом и Ираном Но между ними огромная разница Конечно Иран был одним до исламской революции и совершенно другим после Во главе же Турции почти 20 лет один и тот же человек 10 лет назад, 15 лет назад один и тот же человек Почему он, а вслед за ним страна, так изменились? Я вас сейчас спрашиваю не как дипломата, а как человека, который давно живет и наблюдал много перемен в этом мире Как получилось, что Эрдоган так радикально изменился и так радикально изменил свою страну? Это его жажда власти или что? Знаете, я не эксперт по истории Ближнего Востока Я наблюдатель и читатель книг о нем Так вот, есть эксперты, которые рассуждают о том, что обе страны, Иран и Турция Объединяет уходящие корнями в прошлое желание возродить свои давно утраченные империи Персидскую и Османскую империю И стать лидерами мусульманского мира в первом случае И, возможно, более чем мусульманского во втором Оговорюсь, это с моей стороны всего лишь историческое размышление, а не политическое заявление Страны, которые имеют давно утраченную славу прошлых империй, хотят ее реставрации И в некоторых случаях к этому примешивается национализм, смешанный с фанатическим религиозным чувством И часто такое слияние религиозных и националистических чувств становится очень опасным коктейлем Многие наблюдатели на Западе ввинят в подобных желаниях президента Владимира Путина и российский режим В ностальгии по великой Российской империи опасаются, что именно эта ностальгия рождает российские геополитические амбиции Между тем, именно сейчас мы видим российско-израильские, например, отношения в лучшем состоянии, чем когда-либо Без сомнений За последние 30 небольшим лет, после установления дипломатических отношений между Москвой и Тель-Авивом Я бы хотел, чтобы вы поговорили немного об этом В чем причины? Личный контакт между Путиным и Нетаньягу? Стас, не все политика на высоком уровне и стратегия Тут на днях я был на одном мероприятии, здесь в Манхэттене, и один нью-йоркский политик сказал, что в каком-то смысле Израиль наш шестой район Он имел в виду, что в Нью-Йорке очень много евреев И все они связаны с Израилем И поэтому Израиль может считаться шестым районом города Почему я это вспомнил? С вашим вопросом это вроде никак не связано Не забывайте, что у нас в Израиле живет один миллион русскоговорящих граждан Это само по себе создает связь Я не говорю о том, что Израиль еще одна республика Российской Федерации Или что Израиль шестой район Нью-Йорка Но это само по себе создает невероятную связь между странами Культурные связи, семейные связи, экономические связи, коммерческие связи Много разного Израильтяне ездят в Россию в отпуск В места, где они привыкли отдыхать И я говорю, Россия Иногда это не Россия, но по большей части все же Россия Это для меня одно из объяснений Когда Израиль открывает в Нитании памятник Красной Армии, освободившая Освенцем Это не потому, что мы хотим показать нашу дружбу с Россией Это потому, что в Израиле много ветеранов Ветеранов Красной Армии И это для них Они хотят это видеть Когда мы открыли в Иерусалиме С участием президента Путина и премьеры Нетаньяху Памятник блокаде Ленинграда Это потому, что у нас много израильтян Для которых это память об опыте, который пережили их родители, бабушки и дедушки Это само по себе создает нечто Но так было всегда, разве нет? Не всегда Только последние два-три десятилетия Но кроме того, да Отношения между премьер-министром Нетаньяху и президентом Путиным очень хорошие Это началось в какой-то мере с решения премьер-министра Нетаньяху вмешаться в сирийский конфликт Поехать немедленно в Москву, поговорить с президентом Путиным И создать координацию, стратегию, которая предотвратит плохой сценарий развития событий Достаточно успешная координация, несмотря на нюансы и да, в современной политике Вы говорили о лидерах, так вот, в современной политике Личное отношение между лидерами – это ключевой фактор Премьер-министр Нетаньяху посетил Россию, я не знаю, раз десять за последние два-три года И президент Путин посетил Израиль по крайней мере дважды Несомненно, эти отношения – ключевой фактор Президент Трамп также один из таких ключевых факторов Я знаю, что многие журналисты в России и в Штатах, не уверен, как в Израиле, шутят об этом трио, об этом оркестре Трамп, Путин и Нетаньяху обращают внимание на то, что у них много общего Наверняка вы знаете лучше, чем я, что когда Трамп и Нетаньяху объявили о мирном плане создания Палестинского государства Либеральные американские СМИ писали о двух лидерах, что один из них под импичментом, другой под обвинением О Путине не вспоминали, возможно, потому что Путин ни под чем, в России особая ситуация Думаете ли вы, что в новой реальности лидеры, их личное обаяние, личная сила теперь играют большую роль, чем в прошлом, 10, 15, 20 лет назад? Без сомнения, но я не думаю, что это касается конкретных людей, которых вы упомянули Я думаю, что, во-первых, это результат работы телевидения, а позже социальных сетей Все это сделало политику гораздо более личностной, чем раньше Я иногда думаю, вот, я упомянул два или три раза Давида Бен-Гуриона Человека маленького роста, лысого, со смешной дикцией Смог бы он стать лидером Израиля в 21 веке? Он не был телегиничным, не выглядел красиво, не был достаточно высоким Наверное, его бы не выбрали Но он стал легендарным лидером Или Уинстон Черчилль Ну, его бы точно выбрали Его бы назначили чуть ли не диктатором новой британской империи С его сигарой и всем остальным Наверное Хотя я все-таки не уверен Но пусть будет так В общем, политика изменилась И я думаю навсегда И меняющиеся технологии продолжают вносить изменения в политику Но означает ли это, что время демократии, как ее понимали 20, 50, 60 лет тому назад, ушло навсегда? Нет, я думаю, демократия в Израиле уж точно живет и здравствует Есть те, кто говорит, что наша демократия чересчур живая Три безрезультатных тура выборов всего за один год Но это не означает, что с демократией что-то не так Возможно, мы нуждаемся в адаптации к нашей системе Но демократия живет И я думаю, ваше предположение, по крайней мере по отношению к Израилю, в корне неверно Без сомнения, обстоятельства будут меняться Не буду утверждать, сохраняя осторожность в разговорах о внутренней политике Америки Но, возможно, кокусов в Айове через 4 года не будет Но это момент технический, а не принципиальный В общем, нет оснований опасаться, что нечто подобное тому, что произошло с Эрдоганом и Турцией, произойдет с Соединенными Штатами или Израилем Я не думаю, что такое может произойти Система сдержек и противовесов в обеих странах достаточно сильна Спасибо Я знаю, что вы не можете подробно говорить о внутренней политике, о ситуации в Израиле Но, быть может, все же пару слов скажете о том, что происходит с обвинениями, выдвинутыми Нетаньягу Это, по-вашему, еще один признак демократии и успеха демократических процедур Или знак того, что что-то сломалось? Как вы справедливо заметили, я должен быть очень осторожным И не сказать чего-то, что может быть воспринято как вмешательство в избирательный процесс Израиля Или в американский избирательный процесс Это две вещи, которые мне запрещено делать как израильскому дипломату Но, как я уже сказал, у нас есть жизнеспособная демократия И тот факт, что против премьеры-министра могут быть выдвинуты обвинения в Израиле Есть признак того, насколько демократия жизнеспособна В Израиле идут споры о том, насколько эти обвинения политически мотивированы Но в эти дебаты я предпочитаю не вступать Окей, я уверен, что вы также не можете вмешиваться в какие-либо процессы в России Но все же, какой режим в России сейчас? Это демократия? Я не эксперт по России и российским вопросам Насколько я знаю, это демократия Но, опять же, я здесь не для того, чтобы высказывать свое мнение об этом Даня, последний вопрос на эту тему Недавно британские социологи обнародовали результаты проводившегося в течение многих лет исследований Главный вывод – люди в Штатах и Великобритании разочарованы в демократии, в демократических институтах, во всяком случае, в их сегодняшнем виде Отчасти на настроение респондента повлиял Брекзит, события во внутриполитической жизни Британии, отчасти раскол в американском обществе, ну, вы знаете, вызванный переходом в Белый дом уже упоминавшегося не раз Трампа В России, как вы, уверен, тоже в курсе, официально демократия, две палаты парламента, все хорошо, но есть нюансы Каково ваше представление о том, что такое демократия и как демократические институты будут эволюционировать в будущем? Может, например, тот же двухпалатный парламент и не нужен уже для демократического государства? А может быть, однажды все заменит электронная демократия? Я последний, кто будет утверждать, что двухпалатный парламент необходим демократическому обществу И в Израиле однопалатный парламент, и мы ярые приверженцы демократии Вы упомянули несколько демократий, Израиль, Соединенные Штаты, Россию и другие страны Это демократии разного типа, и вряд ли есть универсальный ответ на вопрос, какая из демократий лучше Наверное, для одной страны одна, а для другой другая Израиль, например, маленькая страна, Россия очень большая И, наверное, это само по себе диктует разную архитектуру демократии В Израиле парламентская система правления В Соединенных Штатах и России – президентская Что лучше, я не знаю Наверное, это зависит от особенностей каждой страны и каждого народа И да, демократия будет развиваться, эволюционировать Но, в любом случае, я являюсь ярым поклонником высказывания Уинстона Черчилля о том, что демократия – это наихудшая форма правления, если не считать всех остальных Вы первый и, как я понимаю, единственный израильский дипломат южноамериканского происхождения Вы знаете, Стас, это довольно смешно Я родившийся в Аргентине израилетянин Даю интервью русскоязычному каналу в Нью-Йорке Абсолютно Как долго вы жили в Аргентине? Я родился в Буэнос-Айресе, в Аргентине И жил там мои первые 15 лет Как повлияло на вашу жизнь то, что вы там выросли? Я люблю Аргентину У меня очень приятные воспоминания о моих днях в Аргентине И я вам скажу кое-что еще, что я слышал от своего покойного отца Мой отец родился в Украине Мир тесен Он родился южнее Киева И его семья, когда он был ребенком, бежала от погромов в Украине В относительно безопасную Польшу А потом, через 7 лет они эмигрировали в Аргентину И наконец, через много лет, когда ему уже было 50, в Израиль И он мне говорил Смотри, мы сбежали из Европы, потому что там нас угнетали Дискриминировали, преследовали и даже убивали Мы не бежали из Аргентины Мы могли бы там жить и сегодня Мы уехали в Израиль, потому что мы были сионистами Мы и сейчас сионисты И мы верим в необходимости существования еврейского государства На нашей древней родине И он мне говорил, что в этом и есть разница Между нашим опытом в Южной Америке и нашим опытом в Европе Расскажите мне немного о том, что такое сионизм Когда я был ребенком, сионизм считался чуть ли не ругательным словом Политическим термином в России и Советском Союзе Сионизм, в моем понимании, был связан с чем-то агрессивным С израильскими военными, которые вместе с военными США угрожают миру и так далее Только потом я узнал, что это движение еврейского народа Расскажите подробнее о том, что такое сионизм сегодня Стас, сионизм — это самое искаженное и самое оболганное в публичной сфере слова Сионизм — это термин, заключающий в себе массу других Сионизм может означать много вещей Можно быть социалистическим сионистом, а можно быть капиталистическим Можно быть религиозным сионистом, а можно быть атеистом Или светским сионистом Можно быть сионистом-максималистом, а можно быть сионистом-минималистом Сионизм означает нечто простое правы евреев на обустройство своего государства на своей древней земле. Не обязательно на всей древней земле, как хотят так называемые максималисты. Они считают, что оно должно занимать все земли древней Родины. А минималисты говорят, нет, мы должны идти на компромисс. Есть те, кто, как я сказал, считают, что мы должны установить социалистический режим в этом государстве. А есть правы, выступающие за капиталистический строй. Есть те, кто говорит, что у религии должна быть роль в нашем государстве. А есть те, кто считает, что у религии не должно быть роли в государстве. И абсолютно все они сионисты. Сионизм — это обобщающее понятие, означающее, что я верю в право Израиля на существование. И это все. Израиль, как еврейское государство на земле Израиля, ее части или на всей земле, неважно, имеет право на существование. И для меня сионизм, я в этом убежден, это национально-освободительное движение еврейского народа. И из-за страданий еврейского народа оно является самым оправданным национально-освободительным движением на земле и самым успешным национально-освободительным движением современности. И если мне надо дать себе определение одним словом, мой первый выбор — я еврей. Мой второй выбор — я сионист. А третий? Израильтянин. Это все о нации, национальности. Это об идентичности. Как и о вашей личной идентичности. Некоторые люди-путешественники, некоторые игроки, некоторые наблюдатели. А кто вы после израильтянина, сиониста и еврея? Путешественник — это хорошее определение для меня. Много лет, сейчас уже не так. Но у меня был голод увидеть мир. Я был, наверное, в более чем 80 странах. О, это довольно много. Есть ли страны, в которых вы никогда не были, но мечтали бы побывать? Я не был... Я вам сказал, что мой отец родился в Украине. Я был в Украине. Моя бабушка по материнской линии родилась в Молдове. Я был в Молдове. Моя бабушка по материнской линии родилась в Молдове. И я был в Молдове. Мой дедушка с материнской стороны родился в Беларуси. Я никогда не был в Беларуси. И я вам расскажу, почему я не поехал в Беларусь. Он родился в местечке Калинкович, которое в Гомельской области Беларуси. И я как-то хотел туда поехать, посмотреть эти места. Но это довольно-таки близко к Чернобылю. И когда я спросил свою подругу, физика, из бывшего Советского Союза, и она мне ответила, да, ты можешь ехать, это совершенно безопасно. И она сказала, это было довольно-таки давно, не сейчас. А потом добавила, что обувь после поездки лучше оставить там, поскольку она может быть заряжена радиоактивными частицами из Чернобыля. Так я решил, что это пока подождет. У меня осталось много вопросов, которые я хотел бы задать. Но время поджимает. Последний вопрос. Вы лично, не как дипломат, а как человек, верите, что израильско-паллистинский конфликт будет когда-либо разрешен? И если да, то как? Я хотел бы, чтобы он разрешился в течение моей жизни. Но я в этом сомневаюсь. И вот почему. Есть асимметрия. Люди думают, что если мы разрешим разногласия по так называемым ключевым вопросам, границей, безопасность, поселения, Иерусалим, беженцы и так далее, то тогда мы разрешим конфликт. Нет. Конфликт гораздо глубже. И асимметрия здесь между тем, как большинство израильтян понимают проблему и как ее понимают палестинцы. Мы понимаем, что особенности истории на территории размером с Нью-Джерси, которую мы называем Эрец-Израиль, а они называют Палестиной, создали два коренных народа. Два коренных народа, евреи и палестинцы, обладающие правами, которые должны быть соблюдены. И это понимают не все, но большинство израильтян. Палестинцы, к сожалению, продолжают считать себя эксклюзивным коренным народом на этой земле. Они видят в нас сионистов, колонизаторов. Они, например, говорят, что у евреев никогда не было родины в Израиле, Палестине. И поэтому, когда они будут продолжать учить своих детей, что мы колонизаторы, с колонизаторами не идут на компромисс. Лучший вариант отношений с колонизаторами – это перемирие. И если вы меня спросите, кто ключевой человек для разрешения израильско-палестинского конфликта, это не премьер-министр Израиля, это не президент Соединенных Штатов, это не генеральный секретарь ООН, и это не президент России, и даже не президент палестинской автономии. Самый важный человек для урегулирования конфликта – это министр образования палестинской автономии. Когда они, в конце концов, я надеюсь, начнут говорить своим детям, своей молодежи, своему населению о том, что евреи тоже имеют право там жить, тогда начнется мирный процесс. И вы знаете, Стас, мирный процесс начнется, когда мы почувствуем это. Если видишь, значит знаешь. Когда мы увидим изменения в отношении к нам, палестинцев, вы будете удивлены и даже шокированы степени готовности, степени готовности Израиля идти на компромисс. Но пока этого не произойдет, мы должны себя защищать. Вы же братья по крови. Так называлась одна книга, написанная британскими учеными в начале 90-х. Языки похожи, традиции похожи, все похоже. Да, и очень жаль, что пока они не признают, что мы тоже имеем право там жить, что мы не иностранцы на нашей родине, то я, к сожалению, очень пессимистично настроен относительно перспектив разрешения конфликта. Мы можем найти решение, как сделать жизнь лучше для всех, но решение конфликта невозможно без разворота отношений с палестинцев, без разворота отношений палестинцев на 180 градусов. Я как-то раз в Манхэттенской синагоге слушал генерального секретаря ООН, и генеральный секретарь Гутерриш сказал, что это все история, и нет никакой политики. Он сказал, что храм, который разрушили римляне в Иерусалиме в 70-м году нашей эры, был еврейским храмом, и ничего более. Он не сказал ничего о том, что из этого что-то следует, никаких политических выводов. На следующий день представитель Палестины в ООН выразил протест, потребовал, чтобы он отозвал это заявление. Это оскорбляет палестинский народ, и пока они продолжают учить детей, что мы иностранцы, и отрицать все исторические факты, я настроен пессимистически. Когда они начнут учить то, что они палестинцы, а мы евреи, и оба народа принадлежат на этой земле, которую мы называем Эрец Израиль, а они называют Палестиной, тогда начнется мирный процесс, и он может быть результативным. Некоторые называют меня буддистом, так вот, как буддисту мне очень нравится то, что вы говорите об образовании, в том числе и потому, что Далай-Лама сказал, что образование вообще самая важная вещь, не политика, не экономика, не что-либо еще, а именно образование, поскольку причина всех страданий в мире невежество. Спасибо большое за то, что вы были с нами сегодня, посол Даян. Было приятно.